В общем, ребята, по ценам. Цены на розы от 30 гривен до 81 штучка. За 30 гривен они уже завявшие и вообще не очень. За 50 еще нормальное можно купить. Это одна штучка. Паны. Паны по стоимости от 30 гривен до 50 гривен. И также можно купить, если они еще, например, такие типа полузавявшие, то можно купить букетик за 50 гривен. Если вам нужно несколько, ну там, маме, бабушке, то, в общем-то, вы потратите достаточно много. Ребят, напишите, как вам мой образ в целом. Мне вообще нравится, интересно так. Такая кофточка у меня. Крестик. И бусики. Кофточка, кстати, из секунда. Ну, если присмотреться, она чуть кашлатая, да. Это есть. Ну, что поделаешь. Напишите, как вам. Думаю, может быть, губы сделать поярче. Или, может быть, не нужно. Напишите в комментариях. Смотрите, какой у нас тортик. Джаз называется. Очень вкусненький. И с магазина WhatsApp. Всем рекомендую. А тут у меня очень интересный лосьон летела. Смотрите, какой красивый. Очень красивая упаковка. Очень приятно выглядит. Напишите, кто пробовал. Какие ваши ощущения были. Или отзывы. Ребят, как вам макияж? Мне очень нравится. Напишите, как вам. И бровки. Я пыталась сделать пудровые бровки. Ну, так получилось. У нас очень классная погода. Но я что-то как-то не особо себя чувствую хорошо. Поэтому не знаю. Не знаю. Надо бы как-то в оксидность вливаться. Но что-то... Не знаю даже, что делать. Вот так. Напишите, как вы провели 8 марта. У меня были гости. Поэтому мы все были дома. Вот так. Макияж прям очень мне понравился. Кстати, сделала очень старой палеткой. Я ее покупала еще в студенчестве, по-моему. Может быть, там уже вышел срок годности. Я не знаю. Но очень хорошо. Кстати, палетка от Эйвен. Да. И у меня еще новый маникюрчик. Ну, уже второй день маникюрчик. Еще это может быть не то. Но... Да. Вот. На этом ногтике. Вот так. У меня уже заканчивается абонемент в спортзал. Думаю, пойти на какой-то другой вид спорта. Именно сюда не хочу. Как-то надоело. Все одно и то же. Одни держат же люди ходят туда. Думаю, надо найти какой-то другой фитнес-клуб. Потому что уже надоело. Бывает, да. Надо что-то менять иногда. Смотрите, как у нас быстро растет лук. Очень хорошо. Мне очень нравится. Свежий урожай. А тут мы выращиваем елочку на следующий год. Просто воткнули в песок и водичку елочку. Ну, это сосна. Там была бы такая шишка. И, в общем, будем растить до следующего года. Посмотрим, что получится. Но пока что она еще вся не осыпалась. Поэтому надежда еще есть.